Космос В тюбике 21-м в тюбиках осталось не так уж и много продуктов. Ну, у вас там соус какой-нибудь или, пожалуйста, творог. Кстати, творог – это один из самых полезных продуктов, в условиях невесомости укрепляет кости. А вот в наше время уже все космические продукты перекочевали в более привычную нам тару, вот в такую, в консервные банки. Это, кстати, гуляш с иной. Или вот что еще необычного – хлеб. Ковришка медовая, точнее, космическая. Уже поделен на вот такие вот кубики. Сделано это специально, потому что вот в условиях невесомости, если откусывать хлеб, то могут образоваться крошки, и они могут разлететься, куда попало, и попасть еще в легкие. А это опасно. Еще несколько секретов из космической жизни приоткроем сегодня в программе «Как это устроено». Продолжаем вместе с участниками красноярского проекта «Космическая Одиссея» исследовать центр подготовки космонавтов. Как мы выяснили в прошлой программе, все космонавты на этапе взлета и посадки находятся в скафандрах «Сокол КВ-2», которые способны защитить их от разгерметизации. Однако это далеко не единственная космическая одежда. Гардероб у тех, кто работает на орбите, обширный. Вот костюм «Чибис» для тренировки в невесомости, отвыкших от гравитации ног. Надеваем на человека, создаем внутри небольшое разрежение 20 мм, максимум 50 мм. И за счет этого разрежения кровь устремляется в эти сосуды, сосуды наполняются, расширяются, мышцы сосудов вспоминают, какой диапазон они должны держать. Ну и таким образом мы готовим человека к встрече с Землей. Тренировки начинаются за 2-3 недели до посадки. Еще один костюм. Это в этом костюме космонавты летают на станции, практически каждый день его надевают, такой повседневный носки. Внутри этого костюма есть упругие элементы, обычные резинки. Цель этого костюма – сжать человека, то есть создать нагрузку на позвоночник, на опорный, на костный этот аппарат. Опять же, это в целях борьбы с вредным влиянием невесомости на организм человека. Для нахождения в условиях открытого космоса есть скафандр «Орлан». Он рассчитан на сеанс работы в 10 часов. Скафандр – это, в принципе, как космический корабль. Внутри него обеспечивается, работает система жизнеобеспечения, которая дает ему кислород, возможность дышать, создаёт определённое давление, убирают углекислый газ, регулируется температурный режим. Под скафандр надевается вот такой костюм синего цвета. Он весь пронизан трубочками. По этим трубочкам течёт вода. Этот костюм снимает лишнее тепло. Человек, когда работает, тело нагревается. И чтобы ему не было жарко, здесь циркулирует вода такой определённой температуры и снимает это тепло. Вот так называется костюм водяного охлаждения. Различные типы скафандров разрабатывают на научно-производственном предприятии «Звезда». Здесь же их испытывают в специальных вакуумных камерах. Ну, это вот у нас самая большая вакуумная камера на предприятии. Используется она в основном для испытаний космических скафандров для работы в открытом космосе, для тренировок космонавтов. Но можно в ней испытывать и авиационное оборудование. Здесь высота может создаваться до 100 километров примерно. Различные температурные режимы с использованием экранов охлаждающих. Ну, в частности, вот этот жидкий азот можно заливать и очень низкие температуры получать. Здесь создали новый скафандр для работы в условиях открытого космоса — «Орлан МКС». Один сейчас такой есть на орбите. Новые ткани, новый блок управления, но главное — система автоматического терморегулирования, которая не имеет аналогов в мире. Разработчикам удалось решить проблему, что брать за критерий для отчета комфортной температуры. По температуре кожи, по температуре тела. Всё это очень инерционное. И в итоге мы, получив очень большой материал при испытаниях, взяли за критерий уровень физической нагрузки человека. Измерительный комплекс, который скафандр есть, может мерить СО2 на входе и выходе в патрон глотительный. Есть датчик расхода вентиляции. И есть формула, такая, с использованием медицинских коэффициентов, у нас там дыхательный пациент. Зная вот это вот дельта СО2, можно определить уровень физической нагрузки, то есть энерготраты человека. Скафандр «Орлан» — это не просто защищённый от жёстких условий космоса костюм. Это умная машина, которая следит за всеми параметрами самостоятельно. Во время выхода, опять же, при шлюзовании все операции нам подсказывают, таймеры, там, засекает время дистурации, время проверки на герметичность, расход кислорода. И во время выхода, опять же, если отклонение какой-то от нормальной работы, тут же появляется сообщение, меняется свет дисклей, звуковой сигнал, пишет отклонение. И если космонавт не предпринимает нужных действий, через какое-то время он пишет ему подсказку, что надо сделать. Ещё одна фишка нашего скафандра для работы в открытом космосе — это то, что космонавт может его надеть в одиночку, тогда как американский скафандр надевать нужно обязательно с помощью второго человека. Вот так и реализован принцип закрывания скафандра у нас. Вот этот тросик есть. Он берёт в левую руку просто вот эту ручку и тянет. Он, наверное, закрывает дверь, вешает сюда на крючок вот эту ручку и опять же другой рукой просто берёт и закрывает. Зафиксировал. Есть концевики. Всё, пошёл отчёт времени. Пошло время на пребывание в скафандре. При мудрости пользования скафандра для работы в открытом космосе участникам космической Одиссеи в этот раз на практике проверять не пришлось. В их задачи входило совершить виртуальный полёт на тренажёре, на котором отрабатывают все действия космонавты настоящие. И снится нам не рога космогрома, всё по-настоящему. Забраться в кабину, разместиться там, подключить все системы вентиляции, телеметрию, зафиксировать себя по правилам – всё это дело непростое. Кабина небольшая по размерам, и это ещё на тренировке нет груза, который занимает в настоящем корабле всё свободное место. Даже между космонавтами размещается. Затем члены экипажа начинают проверку всех систем корабля. В реальности это занимает два часа перед стартом. Затем имитируется старт и выход корабля на орбиту. Эта картинка, конечно, рисуется только в воображении. Кабина тренажёра по-прежнему находится на Земле, в помещении Центра подготовки космонавтов. Но по содержанию всё как в реальности. Тренажёр «Союз МС» модернизированный. Точная копия вот тех космических кораблей, которые отправляют космонавтов и астронавтов на МКС. Здесь всё абсолютно идентично. Все кнопки, все функции, все экранчики. Имитируются все нештатные ситуации. За исключением двух вещей. Первая вещь, там, конечно же, нет перегруза, как в настоящем космическом корабле. Ну и, во-вторых, самая странная вещь, конечно, вот здесь, в открытом космосе, конечно, людей не может быть. Я вот здесь, как бы, никакой фантом был бы в реальности. Так что вот здесь, считайте, мы сейчас с вами в открытом космосе. Без скафабра. В соседнем помещении находится центр управления полётами, в данном случае виртуальными. Здесь сидит инструктор, с которым экипаж находится на связи. На мониторы выводятся все параметры и картинка с видеокамер, установленных в кабине. Для космонавтов создаются максимально похожие условия. Например, гул при старте или земля в визоре. Сейчас смотрят в космос. Сейчас корабль по крену начинает разворачиваться. Вот видите, земля начинает наплывать. То есть всё развернулось. Видите, у нас все периферийные окна заполнены равномерно. И бег земли сверху вниз. То есть, получается, корабль сейчас летит в двигатель назад, да? Ну, перед он, перед он, вперед. Таким точно образом космонавты действующие отрабатывают все этапы космического полёта. Только по много раз и дольше по времени. Иногда тренировка может длиться до 8 часов в день. В этот раз участники «Космической Одиссеи» в Лыжементах провели около часа. Поначалу было желание выйти. Сразу клаустрофобия какая-то появляется, когда помещаешь туда, помещаешься. Но потом привыкаешь, в принципе, нормально уже. В иллюминатор можно посмотреть, там землю видно. Здесь всё достаточно продолжительно. И нас прогнали, конечно, по ускоренному варианту. Но это очень долго, без специальной тренировки делать нечего. Ноги затекают капитально. На этом проект «Космическая Одиссея» подошёл к концу. Его организовали Красноярское отделение Союза машиностроителей России и Объединённая ракетно-космическая корпорация под эгидой Роскосмоса. Задача этого проекта была познакомить тех, кто задумывается о профессии космонавта, собственно, с профессией. Понял, что это не только романтика и, скорее, даже не романтика, как в детстве мы там многие мечтали стать космонавтами, а это что-то такое серьёзное, и это выбор. И когда ты становишься космонавтом, ты, наверное, перестаёшь принадлежать себе на самом деле, потому что твоя жизнь, она где-то здесь, в центре подготовки космонавтов. Если выбираешь эту профессию, ты посвящаешь этому всю свою жизнь, и об остальных увлечениях, в принципе, ты можешь забыть. Ты уже принадлежишь государству. Это постоянные тренировки, это постоянная учёба. И не факт, что человек-космонавт, он готовится всю жизнь, и не факт, что он вообще полетит в космос. И даже если он за всю жизнь слетает даже один раз в космос, это уже хороший результат. Тем не менее, многие участники космической Одиссеи готовы подать заявление и пройти отбор в действующий отряд космонавтов. Конечно, я попробую подать документы. Мне очень хочется связать свою жизнь с этим. Надо идти в верном направлении, а там уже посмотрим, что получится. Безусловно, я попытаюсь подать заявление, пройти медкомиссию. И это была бы большая удача попасть в отряд космонавтов. Так что вполне возможно, что через несколько лет кто-то из наших земляков отправится в космический полёт уже по-настоящему. Контакт с ГИОМОТРИМИТЕЛЕЦЕНТРА. Реклама. 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 Реклама.